Свет за вашим окном только что стал ярче. Сейчас полдесятого вечера, а у вас завтра важный экзамен. Вы выглядываете на улицу, чтобы посмотреть, не включили ли соседи прожекторы, но они тоже смотрят в небо. Вы задираете голову и замечаете, что луна стала намного больше, в два раза. Вы выбегаете на улицу и спрашиваете, что происходит. Но никто ничего не понимает. Вы делаете снимок и публикуете его в соцсетях. Вы просматриваете свою ленту и видите, что все говорят об этом. Ночное небо стало ярче, потому что у луны стало больше площади для отражения солнечного света. При ходьбе вы чувствуете небольшой дисбаланс. Каждый раз, когда вы делаете шаг, кажется, что идти теперь легче. Поскольку луна стала такой большой, ее гравитационное притяжение увеличилось, а сила тяжести стала слабее. Вдруг вы ощущаете, что ваши носки промокли. Вы бежите, запрыгиваете на крышу машины и видите, что вода заливает район. Все пытаются найти возвышенность или бегут к своим домам. Это не пожарный гидрант лопнул и извергает воду. Это океанская вода просачивается в город. Вы теряете равновесие, поскальзываетесь и падаете в воду, уровень которой все растет. Некоторые люди находятся в своих машинах, но не могут никуда уехать из-за воды. Вы живете рядом с океаном, но за всю вашу жизнь не было ни цунами, ни сообщения о наводнениях. В районе нет землетрясений, но происходит что-то странное. Вы бежите к своему дому, пытаясь понять, получится ли достать старый надувной рафт, который поможет вам справиться с наводнением. Проблема в том, что его нужно надуть, а у вас нет насоса. Вы пытаетесь надуть его ртом и понимаете, что на это уйдет целая вечность. Вы ищете альтернативу и находите фен. Вы включаете его в розетку и более-менее надуваете рафт. В конце вам приходится снова в него дуть. Уровень воды повышается с каждой секундой. В вашем доме уже мокро. Вы кладете в рюкзак мощный фонарь, немного еды и термоодеяло. Вы спускаетесь на первый этаж и видите, что воды уже по колено. Вы пробираетесь к двери. Когда вы выходите наружу, вода толкает вас из стороны в сторону, так как волны очень сильные. Поскольку гравитация изменилась, плыть стало сложнее. Вы готовите рафт и используете его, чтобы плыть по течению вдоль своей улицы. Вода ледяная, ведь на дворе середина февраля. Через некоторое время вы добираетесь до шоссе, куда вода поступает прямо с побережья. Вам удается выбраться на возвышенность и достать телефон. Вы держали его в непромокаемом отсеке рюкзака. У вас осталось всего 15% заряда, но вы взяли с собой пауэрбанк. Вы звоните родным, чтобы узнать, что происходит, но у них тоже нет информации. Вы отправляетесь в лес и пытаетесь найти домик, где вы в детстве проводили лето, чтобы узнать, не остался ли там ваш старый велосипед. Через несколько минут вы находите его. Вы въезжаете на велосипеде на гору. Вам трудно удерживать равновесие из-за изменения силы тяжести. Некоторые ученые уткнулись в экраны и изучают электронные таблицы, пытаясь понять, что происходит. Все периодически выкрикивают случайные решения, но, похоже, они не имеют смысла. Через некоторое время глава НАСА решает запустить на Луну беспилотную ракету. Она будет готова через несколько часов, и все ждут приказа. Три, два, один. Старт! Ракета взмывает воздух и приближается к Луне. Она выходит из атмосферы Земли и на полной скорости летит в нужном направлении. Через день или два все получают кадры гигантской Луны. Расчеты показывают, что ракете еще предстоит преодолеть финальную часть пути. Однако на кадрах видно, что вокруг нее плавают крошечные частицы, как в кольцах Сатурна. Эти кольца выглядят как гигантский диск, окружающий большую планету. Но вблизи это всего лишь частицы размером от рисовых зерен до автобуса. Они вращаются вокруг Сатурна из-за гравитационного притяжения. На снимках видно, что частицы вокруг Луны большие и маленькие. Ракете нельзя продолжать путь. Она зависает на орбите Луны и выпускает мини-ракету, похожую на дрон, которая сможет продвинуться дальше. Частицы растянулись на километры, что затрудняет маневрирование мини-ракеты. Она подлетает ближе, и частицы начинают врезаться в нее. Хорошо, что мини-ракета достаточно прочная. Ракета, наконец, преодолевает слой частиц и приземляется на Луну. Гравитация стала сильнее с тех пор, как спутник увеличился в размерах, и ракета чуть не разбилась. Сразу после посадки она выпускает на поверхность робота, который принимается ездить по Луне в поисках подсказок. Сначала ничего не происходит. Но вдруг аппарат фиксирует дрожь, исходящую из глубин Луны. Ядро спутника реагирует ненормально. Похоже, что оно становится все больше и больше. Ученые не знают, остановится ли его рост в определенный момент, поэтому единственный способ узнать это – пробурить глубокую дыру, чтобы попытаться понять причину. Вы крутите педали и достигаете другой стороны горы. Земля трясется, держать равновесие все сложнее. Вы видите, что вся другая часть города затоплена. Вы берете свой рафт, припасы и снова отправляетесь в плавание. Вы находите лодку и гребете изо всех сил, чтобы добраться до маяка. Оттуда вы сможете попытаться найти станцию НАСА. Вдруг вы видите, как с земли в небо взмывает большая ракета. Ваш брат работает в НАСА, но вы не можете до него дозвониться, сотовая связь не работает. Вы продолжаете грести. Маленькая ракета выпускает небольшой бур, достаточно сильный, чтобы пробурить многокилометровую шахту. Потребуется несколько дней, чтобы он завершил работу. НАСА запускает еще одну ракету, которая должна привести бур побольше. Проблема в том, что Луна продолжает расти, поэтому и частиц вокруг нее собралась уже целая туча. Луна достигает размеров Земли, становясь больше с каждой минутой. Наводнение угрожает городам, и многие острова могут быть затоплены, поэтому его необходимо остановить. Согласно последним исследованиям, у Луны есть хвост. И каждый месяц он обволакивает нашу планету словно шарф. Тонкий хвост, состоящий из миллионов атомов натрия, следует за естественным спутником Земли. И наша планета регулярно проходит прямо через него. Метеоритные удары стряхивают эти атомы натрия с поверхности Луны, и дальше они улетают в космос. По несколько дней в месяц Луна находится между Солнцем и нашей планетой. Именно тогда гравитация Земли и захватывает этот натриевый хвост. Он вытягивается в длинную полосу, которая обволакивает нашу атмосферу. Этот лунный хвост совершенно безвреден и невидим для человеческого глаза, ведь он в 50 раз тусклее того, что мы в состоянии разглядеть. Однако слабое желтоватое свечение в небе можно засечь с помощью мощных телескопов. Хвост выглядит как мерцающее пятно, которое превышает диаметр полной Луны в 5 раз. Математики утверждают, что белые дыры вполне могут существовать. К сожалению, ученые пока не нашли ни одну из них. Но даже если вы вдруг обнаружите белую дыру, вы не сможете попасть в нее снаружи. Зато вы наверняка заметите, как из нее извергаются свет и материя. Бетельгейзе. Красный гигант в созвездии Ориона в 2019 году начал тускнеть, и астрономам это показалось странным. К тому времени звезда уже раздулась до огромных размеров. Если бы она заменила наше Солнце, то ее внешняя поверхность вышла бы далеко за орбиту Юпитера. И вот осенью 2019 года гигант почему-то начал терять свою яркость. И этот процесс продолжался до февраля 2020 года. Изменения можно было заметить невооруженным глазом, ведь яркость звезды упала на две трети. Астрономы были уверены, что Бетельгейзе вот-вот взорвется сверхновой. Они продолжили наблюдение, но в апреле звезда вернулась к своей обычной яркости. Благодаря космическому телескопу Хаббл ученые выяснили, что звезда выбросила часть своего материала, и это частично блокировало ее свет. Наша галактика Млечный Путь и галактика Андромеды, наша ближайшая соседка, собираются встретиться. Но это произойдет лишь через 4 миллиарда лет. Когда они столкнутся, появится огромная галактика в форме эллипса. На Луне может быть куда больше воды, чем считалось ранее. И не только на темной, но и на светлой стороне. Эта вода, вероятно, пригодится во время уже запланированных миссий. Экзопланеты из сахарной ваты — это особый тип планет за пределами нашей Солнечной системы. Их еще называют суперраздувшимися, и они имеют самую низкую плотность из всех когда-либо обнаруженных планет. Это придает им воздушный невесомый вид. Но несмотря на то, что они выглядят как популярные угощения в парке развлечений, эти планеты огромны. Космический аппарат Юнона обнаружил нечто странное в верхних слоях атмосферы Юпитера. Над планетой кружились загадочные синие спрайты и эльфы. Это два вида ярких вспышек света, которые появляются на короткие промежутки времени, всего лишь на миллисекунды. Они движутся вверх и вниз. На Земле такие вспышки обычно происходят на высоте 95 километров при очень сильных угрозах. Во Вселенной есть не только карликовые планеты, но и карликовые галактики. Они вмещают в себя от тысячи до нескольких миллиардов звезд. Для сравнения, галактика Млечный Путь состоит из 250-400 миллиардов звезд. Шторм размером с нашу планету бушует на Сатурне. Это атмосферное образование называется «Большое белое пятно». У шторма есть хвост из белых облаков, который окружает всю планету. Он происходит примерно каждые 30 лет, когда северное полушарие Сатурна наклоняется к Солнцу. Поначалу шторм выглядит как обычное пятнышко, но постепенно начинает растягиваться в глину. А все потому, что «Большое белое пятно» представляет собой огромную систему угроз. Астрономы никак не разберутся, откуда шторм берет энергию. Некоторые ученые считают, что он может питаться от Солнца. Другие с этим не согласны и утверждают, что поведение шторма указывает на внутренний источник тепла, питающий ветры. Планеты-сироты не вращаются вокруг своих звезд, потому что таких звезд у них просто нет. Эти свободно передвигающиеся космические тела путешествуют по Вселенной и могут оказаться буквально в любом месте. А еще их очень трудно обнаружить. Планеты-сироты не производят свет и не излучают тепло, а значит их нельзя заметить в инфракрасном свете. Но не так давно астрономы смогли найти самую маленькую подобную планету в галактике Млечный Путь. Она меньше Земли и чуть больше Марса. Судя по всему, Луна постепенно уменьшается. Естественный спутник Земли стал на 45 метров меньше, чем сотни миллионов лет назад. Причиной может быть охлаждение недр. Также это можно объяснить землетрясениями, точнее лунотрясениями, которые постоянно происходят на нашем естественном спутнике. Недавно астрономы обнаружили, что и Марс сейсмически активен. На нем регулярно происходят марсотрясения. Время от времени ученые обнаруживают в космосе довольно странные вещи. Многие из них выглядят как размытые пятна. Но есть тип этих клякс, который не похож ни на одно другое известное космическое тело. Так называемые странные радиоокружности видны только в радиотелескопы. Это не остатки сверхновых или причудливые оптические эффекты. Некоторые астрономы предполагают, что это червоточины, гипотетические тоннели между черными дырами. Быстрые радиовсплески — это ослепительно яркие всплески радиоволн. Они содержат столько энергии, сколько наше Солнце производит за несколько дней. Но для Адса всего миллисекунды. Большинство этих радиовсплесков приходило из-за пределов Млечного Пути. Но недавно астрономы обнаружили те, что возникли в нашей родной галактике. Их источником был магнетар, который находится всего в 30 тысячах световых лет от нашей планеты. Любая жидкость, плавающая в космическом пространстве, образует сферу. Это происходит и на низкой околоземной орбите. Не так давно ученые обнаружили, что одна из самых массивных звезд просто исчезла. Это была звезда, удаленная от Земли на 75 миллионов световых лет. На таком расстоянии наблюдать за звездами проблематично. Если только они не огромные. А звезда, о которой мы говорим, была колоссальной. Она сияла в 2,5 миллиона раз ярче нашего Солнца. В последний раз астрономы видели эту звезду в 2011 году. Через какое-то время они захотели изучить ее более внимательно. Но было уже слишком поздно. Звезда исчезла. Технически Солнце не является центром нашей Солнечной системы. Оно находится в пространстве под названием Баррицентр. Баррицентр зависит от того, на какой планете вы находитесь. Обычно он ближе всего к объекту с большей массой. И поскольку мы находимся на Земле, истинным центром Солнечной системы является Солнце, а не ее центр. Что касается Юпитера, то Баррицентр находится за пределами поверхности Солнца. Юпитер в 318 раз больше Земли, так что баланс иной. Планеты вращаются не вокруг Солнца, а вокруг их общего центра масс. Представьте, что удерживаете карандаш на кончике пальца. Нужно разместить его прямо по центру, чтобы он не падал. Так как масса карандаша распределяется равномерно, то легко предположить, что в космосе все уравновешивается точно так же. Но попробуйте удержать молоток на мизинце. Скорее всего, будет очень больно. Его Баррицентр находится ближе к головке молотка, а не к фактическому центру, за который мы его держим. Баррицентр Земли и Солнца подобен этому молотку. Центр масс находится более или менее в центре объекта. Если бы Солнце вращалось вокруг Земли, то Земля должна была бы быть такой же большой, как Солнце. Или даже больше. Нельзя игнорировать и другие планеты нашей Солнечной системы. А это значит, что все они тоже должны будут вращаться вокруг нас. Раньше многие думали, что все вращается вокруг Земли. Это называлось геоцентрической моделью. Солнце и Луна сыграли очень важную роль в истории человечества. И мы не чувствовали себя незначительными во Вселенной до гораздо более позднего времени. В Древней Греции и в Средние века для изучения космоса использовалась геоцентрическая модель. Это изменилось только в XVI веке. В те времена никто и представить себе не мог, что все вращается вокруг Солнца. И у людей не было нужных знаний, чтобы это подтвердить. Земля не может быть центром Солнечной системы, потому что она для этого недостаточно большая. Если бы условия соответствовали огромным размерам, жизнь развивалась бы по-другому. Мы, вероятно, были бы менее зависимы от кислорода. Некоторые животные, такие как киты и дельфины, могут не дышать часами. Они даже могут спать под водой. Так что у людей Земли размером с Солнца были бы другие легкие. И им не нужно было бы постоянно дышать воздухом. Это означает, что растительная жизнь была бы ограниченной. На Земле растут триллионы деревьев, но больше всего кислорода вырабатывают в водоросли океанов. Кислорода на этой планете было бы не так много. Но наши дыхательные механизмы могли бы полагаться на углекислый газ. Весьма распространенный газ, встречающийся на других планетах. Если на планете жарко, то воды будет не хватать. Ее можно было бы находить только в определенных частях планеты. Например, на горных вершинах. Земля была бы слишком выжжена, чтобы что-то могло на ней выжить. О временах года тоже пришлось бы забыть. Солнце в настоящее время достаточно велико, чтобы дать нам то, что нам нужно. Но если бы Земля была бы такой большой, а Солнце было бы еще одним небесным телом, излучающим тепло, мы чувствовали бы себя, как в микроволновой печи. Дни и ночи стали бы разными, и осадков было бы мало. При таком количестве тепла в ядре, землетрясения и извержения вулканов будут происходить регулярно. Поверхность превратилась бы в раскаленную равнину красной магмы. Это была бы настоящая красная планета. Но если бы у нас был такой же ландшафт, как на Земле, то можно было бы жить где-нибудь рядом с горами. Это куда лучше, чем оставаться на Земле. Некоторые горные вершины могли бы быть даже в сто раз выше Эвереста. А каньоны были бы такими глубокими, что даже Марианская впадина показалась бы небольшим разрывом. Животные вели бы себя и выглядели по-другому. Хладнокровным животным пришлось бы как можно меньше находиться на Солнце, чтобы не сгореть. И постоянно мигрировать в поисках воды. Птицы могут пролетать сотни километров в сезон миграции. Так что мы, вероятно, увидели бы их гладкими, несущимися по воздуху. Но поскольку гравитация на огромной Земле была бы очень мощной, птицам понадобились бы более тонкие кости и более изящное тело, чтобы летать. Лучше всех чувствовали бы себя микроорганизмы. Они могут жить при экстремальных температурах и давлениях и долго обходиться без кислорода. Ночи были бы темными, так как не было бы Луны, отражающей солнечный свет. Луна, скорее всего, будет находиться с другой стороны от того места, где светит Солнце. Так что она навсегда осталась бы парящим шариком в небе. Скорость вращения Земли самая высокая на экваторе. Так что если бы вокруг нас вращались все планеты и Солнце, то наше вращение не было бы таким значительным. Новые погодные условия не пошли бы на пользу урожаю. Люди эволюционировали бы иначе. Из-за гравитации мы были бы ниже ростом и коренности. А из-за высоких температур приходилось бы жить в пещерах. Самые сильные эмигрировали бы к горам. У нас был бы тот же эволюционный путь, что и сейчас. Но физические особенности могли бы отличаться. Наш пигмент соответствовал бы жарким условиям. У феника большие уши, чтобы слышать хищников и охлаждаться в палящей жаре пустыни. И, возможно, по этой же причине у нас тоже были бы большие уши. Мы были бы сильнее, и наши кости были бы толще и крепче. Сила тяжести – один из ключевых компонентов для развития плотности костной ткани и мышечной массы. А значит, нам вряд ли были бы нужны орудия для охоты. Это сдвинуло бы начало бронзового века и современной цивилизации. При небольшом количестве растительности стоять прямо было бы не так уж необходимо для обнаружения хищников. Мы бы не были быстрыми бегунами, но были бы достаточно сильны, чтобы отбиться от стаи волков. И если бы земля была бы огромной, то многочисленные виды людей бродили бы в разных ее частях. Клубы огня и дыма взлетают вверх, и ракета стартует. Дельта-4 – одна из самых мощных ракет в арсенале человечества. Три мощных двигателя сжигают тонны топлива, помогая кораблю набирать высоту. Два ускорителя отстыковываются, оставляя разгонный блок для дальнейшего подъема. На орбите ракета высвобождает полезную нагрузку. Это солнечный зонд «Паркер» – первый космический аппарат, коснувшийся Солнца. Давайте проследим его путь. Он был запущен 12 августа 2018 года и начал свое путешествие к нашей звезде. Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Это в 390 раз большее расстояние от Земли до Луны. Частицам солнечного света нужно 8 минут, чтобы его преодолеть. У обычных ракет это заняло бы более 200 дней. Но зонд преодолел его быстрее, используя гравитационные маневры. На пути от Земли к Солнцу зонд сделал круг вокруг Венеры. Нужно было войти в гравитационное поле планеты, чтобы получить дополнительный импульс и не тратить топливо впустую. Совершив один оборот, двигатели зонда изменили траекторию. Он покинул орбиту Венеры, получив достаточное ускорение, чтобы долететь до Солнца. А 5 ноября 2018 года зонд Паркер впервые приблизился к Солнцу. Прежде чем коснуться поверхности звезды, он должен был выйти на орбиту звезды. Для этого он совершил еще несколько маневров. И только после этого начал вращаться вокруг Солнца, самого тяжелого объекта в Солнечной системе, самой мощной гравитации. Это будет придавать зонду невероятное ускорение при каждом пролете. Зонд постоянно перемещался между двумя точками. Это были перигелий и апогей. Вот Солнце, а вот орбита зонда в форме эллипса. Ближайшая точка к Солнцу – это перигелий. Солнце тянуло зонд туда с невероятной скоростью. В этот момент зонд начал удаляться от звезды. В нем все еще было много скорости и энергии. Но он боролся с гравитационной силой звезды и постепенно замедлился. Точка, в которой зонд потерял все свое ускорение, называется апогей. Гравитация звезды победила, и зонд начал двигаться обратно к Солнцу, снова набирая скорость. Зонд сделал несколько кругов по стабильной орбите, но затем его орбита снова пересеклась с орбитой Венеры. Еще один гравитационный маневр. Траектория зонда немного изменилась, и он набрал большую скорость. Точка перигелия его орбиты теперь была ближе к Солнцу. Зонд сделал еще несколько кругов по новой орбите, а затем снова приблизился к Венере. Еще один подход к Солнцу. Каждая встреча с Венерой корректировала траекторию зонда и уменьшала его расстояние от нашей звезды. В апреле 2021 года зонд подошел так близко к Солнцу, что коснулся его короны. Хотя фактическое расстояние между зондом и Солнцем составляло 8,5 миллионов километров. Это все равно считалось прикосновением. Давайте взглянем на структуру нашей звезды в разрезе. Это ядро Солнца. Ядро в 150 раз плотнее воды. Из-за сильного давления и высокой температуры в нем происходят ядерные реакции. Водород превращается в гелий, выделяя огромное количество тепла и излучения. Следующий слой – зона излучения. Именно здесь тепло передается от сердцевины к следующим слоям. Но фотоны не двигаются во внешнем направлении. Они могут быть направлены куда угодно и излучаться много раз. Ученые полагают, что среднее время, необходимое фотону света для прохождения от ядра до следующего слоя Солнца, составляет от 10 до 170 тысяч лет. Затем есть конвективная зона. Она считается поверхностью Солнца. Но это не твердая поверхность, а океан горячей плазмы, похожий на пчелиные соты. Это потому, что нагретая плазма поднимается из нижних слоев, создавая что-то вроде мини-гейзеров. И хотя в середине этих гейзеров все еще жарко, их края остывают, создавая удивительный узор на поверхности Солнца. Следующие слои – это атмосфера. Во-первых, фотосфера – слой, который излучает свет. И это именно то, что мы видим, когда смотрим на Солнце. Но для этого лучше использовать специальное оборудование. Толщина фотосферы составляет примерно 400 километров. Именно на такой высоте Международная космическая станция движется над Землей. Затем идет хромосфера или цветная сфера. Этот слой атмосферы Солнца придает звезде красноватый оттенок. Здесь появляются солнечные протуберанцы – мощные выбросы вещества, идущие с поверхности Солнца. Их скорость может достигать 700 километров в секунду. В какой-то момент они попадают в магнитное поле звезды и оттягиваются назад. А еще есть корона – газовая оболочка Солнца. Там происходят самые мощные выбросы. Корону обычно видно во время затмений, когда Луна закрывает солнечный диск, что позволяет увидеть свечение вокруг звезды. Это и есть корона. Она простирается на миллионы километров вокруг Солнца. И наш солнечный зонд коснулся именно этой области. Вот где солнечный материал и излучение все еще связаны с гравитацией звезды и не улетают в космос. Все, что находится за пределами этой области – это солнечный ветер. Это материал и излучение, которым удается избежать притяжения Солнца и отправиться в космос. Наш зонд предоставил очень много информации об этой границе. Оказывается, это не идеальная круглая стена, как мы думали раньше. Граница нарушена, она неровная и больше похожа на горный хребет. Эти неровные области имеют такую форму из-за неравномерного потока плазмы с поверхности Солнца.